приветствую вас уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха старо и самопознания меня зовут наталья кто со мной еще не знаком и сегодня предлагаю разобрать тему как он видит или какими он видит ваши отношения настраивайтесь на расклад подумайте об этом человеке представьте его визуализируйте произнесите имя дату рождения целом настройтесь на расклад посмотрим в каких энергиях вы находитесь относительно друг друга с точки зрения высших сил что между вами сейчас формируется и раскроем уже нашу тему какими он видит ваши отношения вообще что он видит что-то видит или не видит и так каких энергиях находитесь в десятка чаш десятка чаш в каких энергиях находитесь вы девочки вы влюблены в этого человека но такое ощущение с течением времени это любовь она как улетучивается утрачивается ваши отношения они долгоиграющие и смотрите здесь какой идет момент интересный вы можете на самом деле этого человека с кем-то обсуждать то есть ваше отношение с кем-то обсуждать им делиться своими ощущениями вот действительно что сначала вроде бы было все хорошо радужно ярко чувствовали взаимность от этого человека но на сегодняшний день что-то не то как-то не так запал пропадает в отношениях притяжение куда-то скорее всего здесь уходит но мы дальше конечно же посмотрим но может быть здесь стали редкие встречи допустим если вы еще не живете вместе не жили вместе да как-то редкие встречи как-то разговоры как будто бы ни о чем вроде бы общаемся разговариваем но они словно не несут какую-то смысловую нагрузку если допустим все таки вы в браке с этим человеком допустим ну как один тоже из вариантов то опять-таки да ваша любовь она переросла в некую такую обыденность вы идете по сути какой-то своей определенной цели которые возможно вы поставили ранее вместе да но вы стали замечать что как-то вы больше все равно вкладываете своих ресурсов своей энергии а вот человек мог чуть-чуть отстраниться то есть не таким включенным в достижение опять-таки повторюсь той цели которую вы могли изначально поставить ваши паре и вы действительно девочки можете говорить об этом человеке вот от своих ощущениях эмоциях делясь с либо с подругой либо с мамой либо еще с кем-то как-то вот за чашечкой чая да и предмет разговора тут является все таки мужчина то есть о нем идет речь может быть вы понимаете что этот человек все таки да хоть у вас есть к нему чувство нож но он может вас не устраивать может быть нерешительным шаг вперед условно два назад долго все создает да тянет резину допустим я не знаю он вам примеру говорил что я не знаю там поедем купим автомобиль для тебя ну вот такое ощущение что это все обещание 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 они как автомобиль не покупается девочки я просто пример привожу у вас там могут быть ну как бы другие до моменты поэтому как то вот такое ощущение разочарованным безусловно вы можете быть разочарованы еще и в том что вы там максимально старались взращивали эти отношения а вот мужчина как бы только потреблял да ну не прям таки потреблял он вам безусловно тоже что-то давал но словно это не та отдача которую вы хотели бы для себя получать то есть мы девочки всегда представляем себе одну картинку мира да а по факту получается другая история то есть мы ждем от мужчины что он будет всегда таким ласковым внимательным цветы дарить каждый день да удивлять но у мужчин вот такой момент он не на постоянной основе и конечно здесь вы можете разочароваться может быть у кого-то и как говорится и не было никаких там цветов и так далее но в любом случае человек как-то вас старался заинтересовать а вот сейчас словно ну нет каких энергиях находится загаданный человек девочки в целом вы сейчас разочарованы вот каких энергиях вы 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 разочарованы каких энергиях находится загаданный человек относительно вас каких энергиях находится он двойка жезлов ну тоже тут какая-то непонятная интересная история семерка пентаклей король чаш а вон здесь тоже девочки смотрите как интересно у него тоже есть эмоции по отношению к вам но он не получил тоже от вас того на что надеялся вот у вас идет как-то обоюдно он мне показывает что по сути то он ни с кем тут может и не разговаривать нам девочкам проще поговорили с подружками душу излили и дальше живем у мужчин немножко тут по другому они все это внутри переваривают я не знаю мусолят и так далее вот здесь тоже интересно король кубков он изображен не полностью с верхней частью головы тут как-то вот он понимаете тут мысли у него да безусловно они присутствуют но больше внутренние какие-то ощущения у него тоже ну вот как-то не пойму я не знаю я а что дальше а как дальше будет вкладываться не вкладываться уже в принципе-то уже практически плоды созрели да ну вот как будто он чувствует не совсем себя полноценно в ваших отношениях еще здесь какой момент может быть если это ваш любовник девочки вы то видите вернее ранее видели в нем прям пару и что вы одно единое целое да а у него получается что без вас то есть он будучи в других отношениях без вас он не чувствует себя цельным но допустим к примеру если он остается только с вами опять он не будет себя чувствовать цельным понимаете тут вот тоже интересная картинка вырисовывается ему необходимо чтобы словно было и одно и второе вот тогда было бы ну прям хорошо должен сделать выбор но он же понимает что хоть так он делает выбор хоть так делает выбор нету той вовлеченности в него чтобы он прям был вот этим королем чаш кто такие короли чаш это те мужчины которые любят за любовь к себе вот когда их наполняют когда их любят когда их боготворят ну вот они прям расплываются все мы счастливы у нас все хорошо у нас никаких проблем ничего нет то есть здесь понимаете король чаш он двигается по жизни скорее всего за счет немного другой энергии не только конкретно своей а за за счет энергии других женщин тут я по-другому сказать не могу все-таки мы смотрим на отношения да конечно же короли чаш не все такие нет но то что сейчас показывают арканы я вам девочки это и транслирую такие мужчины правда есть на этом белом свете поэтому сегодня пришел к нам такой красавчик романтик конечно же вот знаете еще как он ждет выжидает когда же вы все-таки обратите на него внимание вот в каких энергиях он находится ожидания когда же эта девушка женщина все-таки начнет опять максимально давать то что раньше давала перспективу он конечно может видеть с вами но как-то вот печальненько немножко печально с точки зрения высших сил что формируется между вами что формируется между вами здесь совершается однозначно работа здесь идет ой девочки глубокая трансформация здесь будут изменения однозначно изменения я я надеюсь в лучшую сторону потому что здесь восьмерка пентакли она карта такая яркая но все-таки прежде чем говорить о приятных изменениях сейчас все процессы которые у вас там происходят у него происходит между вами происходит это как кажется как будто ничего не не движется понимать нет на самом деле процесс идет упорно тщательно качественно за вас давайте так скажу за вас где-то взялись высшие силы за ваши отношения за ваше партнерство необходим вот именно вот прям высокий уровень взаимодействия между мужчиной и женщиной то есть это должна быть не какая-то там халтура ох я сейчас так немножко выражаюсь образно тогда когда мужчина и женщина влюблены хорошо было бы если они научились реально слышать друг друга понимать друг друга и чувствовать друг другом и доверять а тут понимаете с этими качествами которые девочки вот у вас у него тут немножко проблема и безусловно над этими качествами необходимо поработать их изменить свой подход к этому ко всему он должен поменяться мировоззрение должно поменяться и сейчас действительно идет очень такой чуть ли не принудительный труд у вас могут кстати девочки карты показываю да пространство вам сейчас возможно будет давать тех людей это очень плавно это очень ненавязчиво кстати да медленно вам пространство будет давать таких людей которые будут вам очень четко подсвечивать какие качества вам нужно в себе проработать доработать улучшить да довести до некого совершенства выйти в такое выйти в состояние благостное а еще круче было бы если бы вот вы в себе почувствовали прям успокоение чтобы не было никаких разочарований переживаний и так далее да вот и тем более я тут тоже я понимаю женщинам действительно хорошо и проще иногда обсудить с подружкой какие-то такие моменты которые есть паре но по сути подружке ей не надо это потому что она все равно фокус внимания держит на своих процессах посплетничать может быть да девочки я ни в коем случае не хочу обвинить ваших друзей подруг что они какие-то некорректные ни в коем случае ну просто есть такая очень хорошая фраза чем меньше знают крепче спят может быть и не надо слишком рассказывать о своих внутренних ощущениях надо самим разобраться понимаете потому что иногда иногда мы можем что-то услышать но мы можем принять это как бы за чистую монету и как будто для нас это правильно а на самом деле для нас это будет вообще неправильно поведенческий ряд допустим к примеру подружка там вам говорит да ну его да там иди да вот там пусть он там приревнует ну к примеру да это вообще не ваша история это вообще не по вашему внутреннему состоянию это для вас неприемлемо допустим а вы реально можете согласиться а может быть и правда так попробовать да иногда иногда когда мы слышим вот эти вот советы в первую очередь необходимо обратиться внутрь себя а реально мне это подойдет или нет вот тут нужно быть аккуратным и поэтому здесь проводится очень такая мощная колоссальная работа трансформация между вами должно быть однозначно изменение и осознание кто вы друг для друга зачем вы друг другу что действительно может быть в дальнейшем подходите вы не подходите вот вот во всем этом необходимо разобраться да чувственные аспекты да присутствуют есть влюбленность есть но понимаете одна влюбленность она не помогает все равно людям сплотиться там еще раз повторюсь желательно чтобы было доверие мы умели понимать слышать человека и так далее да вот что происходит с точки зрения высших сил между вами хорошо давайте теперь посмотрим какими он видит ваши отношения какими он видит ваши отношения королева жезлов а вот здесь сейчас девочки какими он видит ваши отношения для него отношения очень важные и они его учат вы можете девочки являться учителем для этого человека но и он тоже ваш учитель он тоже ваш учитель кто-то больше а кто-то чуть поменьше он может как считывать ваши отношения вы могли часто обижаться на этого человека да ваши отношения они очень яркие вы зажиг вы зажигаете девочки эти отношения то есть вы вкладываетесь в эти отношения вы двигаетесь вы привносите какой-то свой творческий потенциал это постоянно что-то новенькое постоянно что-то интересненькое да и иногда иногда когда вы не видите отдачу со стороны то есть на одной женской энергии это знаете тоже себе такая история как говорится тянуть эти отношения хочется чтобы партнер все-таки вовлекался да и вы действительно могли подустать подустать вытягивать эти отношения постоянно туда вносить какую-то изюминку новизну креатив и так далее и так подобное да и он понимает что он может быть девочки и рад внести этот креатив но он немножко другого склада он может быть не такой живой как вы не такой фантазийный как вы не такой творческий как вы понимаете он реально считал себя в этих нет не так наверное сейчас скажу он он пытался давайте так он пытался все-таки где-то вас поддержать в чем-то помочь где-то подхватить вашу инициативу но это не то что вы хотели от него видеть он это прекрасно понимает для него отношения с вами они действительно очень серьезные очень серьезные но вы здесь разные карты показывают да то есть вы встретились с этим человеком может быть у вас разница там я не знаю в чем бы то ни было в росте в возрасте в цвете волос кожи вероисповедания и так далее может быть ну тут наверное не может быть так и есть что ваши отношения они где-то его заставили задуматься о нем самом а что реально вот он из себя представляет он какой он такой же как вы или нет то есть какими он видит ваши отношения они помогли или до сих пор девочки помогают ему разобраться в самом себе так как вы солнышко идете да вы с такими более высокими вибрациями энергиями и вы действительно можете подсвечивать этому человеку очень важные моменты про него же самого он понимает что эти отношения они если вот поменяться к примеру где-то в чем-то да взрастить в себе какие-то новые не то что взрастить да а увидеть те ценности которых допустим он ранее никогда не замечал то тогда жизнь у него в целом может выйти совершенно на другую планку на другой уровень еще здесь какой момент все-таки карты показывают да он может себя конечно считать чуть мудрее чем вы вы такая королева жезлов она немножко да она классная она мудрая но она такая шальная шальная девчонка а он более такой серьезный вот прям какой-то такой ну вы привносили легкость в эти отношения а он знаете чуть-чуть как притормаживал ну не обижайся ну вот я такой ну пойми ну и так далее да то есть в принципе ничего плохого как бы он тут особо-то и не видит но все-таки есть вот это вот у него понимание что чуть-чуть вот вы по темпо-ритму по харизме да вы отличаетесь и из-за этого конечно тут постоянно может быть обиды там несогласия отстраненность и так далее то есть какие-то такие моменты могут здесь проигрываться хочу задать сейчас следующий вопрос все-таки каким он себя видит в этих отношениях видел он мне тут показывает что он такой прям мудрый весь все-таки давайте посмотрим как он себя видит в этих отношениях лично себя что он дает в этих отношениях допустим да что он привносит давайте попробуем раскрыть этот момент итак ну тут я активный но я медленно иду я активный но я медленно иду ну такое вот смотрите здесь конечно двоякое да я быстрый тормоз или наоборот я медленный газ да какой он задумчивый задумчивый вот вы его постоянно тормошите девочки реально а он словно сидит выжидает какие-то такие интересные моменты когда вы к нему условно подкатите когда вы ему что-то сообщите и вот тогда-то он может действительно подхватить вашу какую-то идею ну давай попробуем но не так-то все просто да давай попробуем какие-то процессы которые были допустим у вас совместные он их мог не вывозить у него знаете как внутри могла постоянно стоять дилемма а вообще мне вот это надо сейчас или не надо он видит вас парой он видит что вы в любом случае где-то одного поля ягода но разницу он тоже в этом подмечает он более такой все-таки девочки смотрите он более такой пассивный нежели вы понимает он это он может быть даже где-то хотел бы себя в этом процессе изменить но ну не получается возможно такой типаж человека кто знает может быть может быть такой типаж каким он себя еще видит в этих отношениях он на какие-то процессы кстати может закрывать глаза на какую-то вашу взбалмошность да на может быть на какие-то ваши высказывания и так далее смотрите если допустим где-то здесь все-таки проигрываются взаимоотношения которые в многоугольниках да то ваши отношения они уже ну такие долгоиграющие правда долгоиграющие и они качелеобразные эти отношения он знает прекрасно что он не сможет вам дать то чего вы хотите он это знает но с другой стороны почему бы не рискнуть почему бы не попробовать допустим полноценно стать с вами в пару но у него вопрос надо ли ему это или нет вот девочки смотрите здесь мужчина реально вы ему интересны да вы такая заманчивая личность то есть притягательная личность и вы можете действительно настраивать периодически ему какие-то заманухи ну в хорошем смысле этого слова безусловно мужчину это заряжает это его вдохновляет ну а дальше то что он изначально знает что все равно вот эти встречи они тупиковые у них нету нету как продолжение что ли у вас продолжение они могут быть какие-то порывистые короткие и если допустим к примеру вы захотите все-таки от этого человека отдалиться ему ничего не остается как только согласиться с вашим решением понимаете вот здесь вот девушка едет на колеснице она переезжает и тут обратно девушка изображена да она переедет на самом деле вот этого товарища она пойдет дальше а он будет так и сидеть спиньком на голове понимаете и будет в глазок подглядывать а как вы там дальше поживаете какое с одной стороны вроде бы где-то поддерживает да или пытался поддерживать ваше взаимоотношение общение но с другой стороны нет смысла не видит словно у него видите как либо он иногда может и соглашаться с вашим мнением каким-то и вставать вам в противовес но либо у него постоянные внутренние вот эти несогласия то есть надо не надо хочу не хочу буду не буду они на самом деле ему мешают быть решительным скорее всего вот нам и энергию это показывает у него я жду выжидаю да когда за меня там все сделают вот она приедет меня позовет условно полетим ну опять да я стану для нее этим зонтом да но это понимаете в воздухе девочка все равно не может лететь вечно ну то есть это неопределенность почвы под ногами нет ну это такое себе она в любой момент может упасть понимаете то есть это не та опора мужская которая нужна женщине он понимает что он для вас не опора кстати он это прекрасно понимает ему сложно быть для вас опорой каким он себя видит в этих отношениях хорошо давайте тогда посмотрим все-таки с точки зрения высших сил каким он кем он действительно является в ваших отношениях с точки зрения высших сил кем он действительно является в ваших отношениях кем он действительно является в ваших отношениях какой он но у него о себе такое довольно-таки скептическое кем он действительно является в ваших отношениях Ой, здесь, понимаете, здесь показывают человека не совсем, наверное, даже где-то порядочного, ну нет, здесь не про порядочность, да, он как мученик, словно, да, в этих отношениях. Почему так? Потому что всё равно ему очень сложно, очень сложно понять для себя, в первую очередь, что он реально хочет, с кем он хочет быть, как он хочет быть. Вот смотрите, здесь он больше будет надеяться на то, что женщина будет постоянно давать шансы, предлагать ему разные способы осуществления его каких-то желаний. Вот мужчина здесь, он вообще такое ощущение, как он обиженный судьбою. Я не знаю, почему, девочки, здесь идёт вот эта вот пятёрка мечей. Они не могут, конечно, показать, что он может быть, конечно, предателем, он может быть, но ему самому от этого тошно. Вот понимаете, он предаёт, по сути, самого себя. У него есть к вам чувства, у него есть к вам эмоции, понимаете? То есть, кем он является в ваших отношениях? Ну, тем человеком, который ну никак не может выровнять своё эмоциональное, психологическое состояние для того, чтобы по-человечески выстраивать отношения с вами. У него там внутри много болячки. Вот много болячек. Он, смотрите, здесь, ох, какая информация пошла. Здесь вообще человек считает, что женщины – это потребители. То есть, он обвиняет женщин. Он как же до ненавистника идёт, понимаете? Поэтому ему очень сложно, девочки, с вами. Он сомневается, надо, не надо. А вдруг вы вот будете такой же, допустим, как у него были когда-то, какие-то взаимоотношения и так далее. Вы маску можете носить. Он, понимаете, он сам носит маску. Он реально в отношениях тоже носит маску. Но вот эту маску, он как бы, ну, словно перекидывает её на вас. Он знает, какая вы. Вот давайте так. Он знает, какая вы, но он пытается на вас навешать какие-то ярлыки, которых у вас нет. Которые, возможно, были там, я не знаю, у его там бывших знакомых. Или там, я не знаю, да, там, какие у него могут быть взаимоотношения. Он словно не хочет разглядеть вас без всяких вот этих вот наслоений, которые он же сам и накладывает. Он может считать, что вы всегда перетягиваете одеяло, господи, одеяло на себя, что вы капризная, что вы ненастоящие. Хотя это он на самом деле ненастоящий. И из-за этого ему внутри от этого больно, плохо. И он не умеет выстраивать отношения. Ему сложно это делать. Он будет всегда обвинять женщин. Он всегда на них будет, ещё раз, девочки, повторюсь, одевать вот эти маски, ярлыки, которых на них вообще нет. На вас её вообще нет, этой маски. Ну, допустим, той женщины, которая может предать, допустим, этого человека. Или той женщины, которая может как-то вот пренебречь его мнением. Ну, много чего тут может быть, понимаете? На самом деле это у него всё внутри. Он знает про себя. Он про себя реально знает. Ему от этого становится ещё более хуже, тогда, когда к нему приходит вот действительно это сознание. И смотрите, как он показывает, какими он видит ваши отношения. Он учитель. Понимаете? Он пытается вас где-то перевоспитать. Но не будьте такой вот взбалмошной. Ещё раз. Вот у него такое понимание, что вы можете быть вообще мега безответственной. Неправильной какой-то, непорядочной, да, всё-таки. Непорядочной женщиной. Девочки, простите, но реально такая информация идёт. Хотя это он непорядочный. А он, ещё раз повторюсь, он непорядочный в том, что он на вас одевает совершенно другие роли, которые к вам никакого отношения не имеют. Вы вообще другая. Вот она, то есть, девочки, вы похожи, допустим, каким-то качеством, к примеру, да, вот. Какое-то он там нашёл сходство со своей бывшей, ну, я не знаю, там, Ирой, допустим. К примеру. Всё, значит, вы ровно такая же, как Ира, и вы будете делать ему гадости. Здесь же на ненавистник выходит мужчина. Ну, это проблема. И поэтому сейчас действительно идёт очень мощная трансформация. Прям колоссальнейшая работа проводится для того, чтобы человек, наверное, всё-таки не только там жил какими-то своими ощущениями, которые его держат и не отпускают, а всё-таки включил мозги. И реально начал понимать, вот, осознанность, да, кто действительно кто. Допустим, Лена – это Лена, Ира – это Ира, Маша – это Маша. А он всё тут перемешал, вот, представляете? Винегрет. А если у него такой винегрет по поводу женщин, вы представляете, какой у него там внутри бардак? А ему нужно это всё разложить по полочкам. А он сидит и выжидает, когда же опять придут, когда ему что-то хорошо сделают, а потом он уже эту, девочки, и вас же будет обвинять. А нет, ты меня обидела, ты меня огорчила, да ты такая же, как все. Потому что у самого, на самом деле, кишка тонка двигать эти отношения, развиваться в этих отношениях, быть самим собой в этих отношениях. А какое на самом деле? С точки зрения высших сил, девочки, ещё одной карты. Просто любопытно, как его видят высшие силы, какой он на самом деле, как мужчина. Реально он способен выстраивать отношения женщины? Нет, девочки, для него это очень сложно. Он будет много говорить, он много будет обещать, но мало делать. Вот он, наверное, уже половину мира всего, что можно было, на пообещал, а по итогу нет. Это очень тяжёлый мужчина. Он всё усложняет, он всё утяжеляет. Он говорит то, что вообще не его. Он опять навешивает ярлыки тем, которые вообще не их истории, не их качества. Здесь человеку, на самом деле, очень сложно, наверное, разбираться в людях. Он, скорее всего, здесь не разбирается. Хотя он нам тут показывает, что я иерофант. Далеко вообще не иерофант. То есть это не тот человек, который действительно может, вот прям, исходя из своего внутреннего, светлого, кристально чистого состояния, действительно открывать людям дорогу и понимать, разбираться, что им реально можно, а что не нужно, а как быть, ну и так далее. Он же получает, тут получается. Может быть, он хотел, чтобы его научили, девочки. Может быть, реально. Научите его жить. Или есть такая фраза. Не учите меня жить, а лучше помогите мне материально. Кстати, он тут за материю, может быть. Не надо мне ваша вся вот эта любовь, лямур, тужур. Деньги. Выгода. Кстати, вот тут, тут запросто тоже может это проиграться. Могу наобещать, могу то, пятое, десятое, но больше меня всего интересуют деньги. Поэтому он будет ссылаться на всякую там, какую-то ересь. Это ты вот такая, какая-то не такая. Это ты меня недопоняла и так далее. На самом деле ему словно выгодно постоянно вставлять вот эти какие-то непонятные обвинения. Как с пустого места, понимаете. Ну, в общем, как-то вот так вот нам сегодня показывают карты. Не знаю, поможет вам, девочки, это в чем-то не поможет. Но опять-таки не забывайте, это общий онлайн расклад, безусловно, со всеми он резонировать не будет. Но, тем не менее, что-то да свое в любом случае услышите. Благодарю вас. Пишите, пожалуйста, свою обратную связь. Девочки, все ваши комментарии читаю. Благодарю вас сердечно. Низкий поклон вам за это. Желаю всем удачи, прекрасного настроения, ну и для вас тоже легкой трансформации. Всего доброго. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok